Какая из стран Большой Семерки первая легализует марихуану? Зачем португальцы хотят повторно установить уродливый памятник? И сколько стоит треуголка Наполеона? Обо всем этом прямо сейчас. Нижняя палата парламента Канады поддержала законопроект о легализации марихуаны. Теперь документ рассмотрит Сенат, однако отменить решение не имеет права. Только отсрочить. Далее проект закона должна утвердить генерал-губернатор Канады Жули Поэт. После окончательного утверждения Канада станет первой страной Большой Семерки, которая легализирует каннабис. Это было одним из предвыборных обещаний премьера Джастина Трюдо, который сознался, что курил марихуану 5-6 раз с друзьями. В Испании захоронят останки диктатора Франсиско Франко. Сейчас он находится в базилике мавзолейного комплекса «Долина Павших» в 50 километрах от Мадрида. Парламент Испании поддержал инициативу перенести останки еще в прошлом году, однако предыдущая власть этого не сделала. Как заявила вице-премьер нового правительства Кармен Кальво, нынешняя власть хочет превратить мавзолей в место примирения. Искусство не может быть уродливым. Фанаты Криштиана Роналду требуют вернуть его ужасный памятник, установленный в аэропорту Мадейры в прошлом году. Тогда многие раскритиковали творение художника Мадериана Эммануэля Сантоса. Дескать, это пародия на футболиста, не имеющая с ним ничего общего. На днях памятник заменили на улучшенный вариант. Однако фаны Роналду подали онлайн-петицию с требованием вернуть оригинал. Мой первоначальный бюст уже стал достопримечательностью острова и не подлежит замене. Легендарную шляпу Наполеона продали за 325 тысяч долларов на аукционе во Франции. Головной убор был изрядно поношен, поэтому стартовая цена составляла всего 40 тысяч долларов. Именно в этой треуголке император проиграл решающую битву под Ватерлоу. После боя ее подобрал один из командиров войска антинаполеоновской коалиции. Так реликвия оказалась в руках коллекционеров. Это один из 19 головных уборов великого полководца, который сохранился до нашего времени. Египетская гробница из разноцветных бочек. Такая скульптура появилась посреди озера в лондонском Гайдпарке. Творцом 20-метровой инсталляции является известный американский художник Христо. Вся работа заняла два месяца. На создание гробницы ушло 7,5 тысяч бочек. Автор объясняет, что его творение абсолютно иррационально. Искать какое-либо значение в конструкции не стоит. Его главной целью было порадовать жителей британской столицы.